Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы, если они есть в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором на ежедневной основе мы размещаем большое количество аналитического контента вам в помощь, чтобы вы лучше ориентировались на финансовых рынках и имели больше оснований для принятия торговых решений. Торговые рекомендации касаются разного практически всего спектра финансовых активов, поэтому я думаю, что вы точно найдете тот инструмент, который придется вам по душе. Ну что ж, сегодня мы следим за данными по рынку труда Англии, которые будут опубликованы в 6.00 по GMT. После этого в 15.30 по GMT состоится выступление представителей американского регулятора Харкера и Мейстера. День не обещает, признаюсь, быть совсем уж волатильным, но учитывая то, что вчера был выходной день в США из-за празднования Дня Колумба, то есть по сути у инвесторов и трейдеров были длинные выходные, и волатильность все-таки будет выше, чем накануне, ликвидности будет больше, движения потенциально могут быть более интересными. Но это все равно меркнет, друзья, перед тем, какая волатильность нас ожидает в четверг, когда выйдут данные по индексу потребительских цен США. Это отчет по инфляции, который точно задаст тренд, либо усилит динамику, за которым мы наблюдаем по укреплению курса доллара, либо даст возможность, я, конечно же, этот сценарий не рассматриваю, но просто обозначаю, что он есть, даст возможность продавцам доллара еще на некоторое время задержать этот инструмент на тех значениях, на которых он находится сейчас, чтобы впоследствии все равно уступить инициативу покупателям. Я сторонник идеи того, что предстоящий отчет по инфляции будет тем самым важным необходимым катализатором для того, чтобы индекс доллара вернулся к прежним локальным максимумам, обновил планку 114 пунктов и уже нацелился на 115. Опять же, сейчас индекс доллара продолжает расти, так же, как и прочие инструменты, точнее инструменты, которые относятся к категории уже рисковых активов, они снижаются. Рынок крайне предсказуем, рынок раздает, разбрасывает просто деньги, их нужно только поднять, потому что откуда бы вы не шортили. Австралийский доллар, новозеландский, канадский, европейскую валюту фунт, вы все равно были бы в плюсе. И вчерашняя торговая сессия нам подсветила то, что тенденции не изменились. Друзья, доллар, его рост основан на сильном отчете по Non-Farm Perls. Количество новых рабочих мест 263 тысячи в прошлом месяце лучше прогноза, уровень безработицы снизился с 3,7% до 3,5%. Это значение теперь, которое соответствует историческому минимуму. И вопрос как бы в студию вам и, надеюсь, вы понимаете, что при таких показателях рынка труда ни в коем случае нельзя говорить о том, что этот сектор американской экономики стагнирует. Нет, он, конечно же, растет и восстанавливается, предоставляя больше свободы американскому регулятору в вопросе, который предполагает ужесточение монетарной политики. Доходности американских облигаций снова в районе десятилетки, в районе 4%, они как раз отражают настроение трейдеров и ожидание того, что ФРС будет и дальше повышать процентные ставки. Инструмент FedWatch подсвечивает нам то, что купи доллар, потому что трейдеры верят в рост процентных ставок и ФРС будет повышать их активно до конца этого года. Это еще один призыв для тех, кто сомневается, что доллар сможет выйти на новые максимумы. По данным FedWatch, вероятность повышения процентной ставки четвертый раз подряд на 75 байсных пунктов на заседание 2 ноября составляет 88%. Вчера было еще выступление Evans, очередное, скажем так, второе за последние две недели. Риторика та же самая, инфляция устойчива, более устойчивая, чем думает американский регулятор. Проблема для американской экономики, эту проблему нужно решать. Каким образом? Продолжая ту самую политику, которую Федрезерв уже проводит. Лайль Брейнард, которая является вице-президентом американского регулятора, также подтвердила, что на данном этапе американский регулятор не может позволить себе сбавить темпы по росту процентных ставок, потому что даже не приблизился еще к заветной цели стабилизации индекса потребительских целей. А если снова повторяю, друзья, в этот четверг мы увидим очередной рост базовой инфляции в Штатах, то, конечно же, вся вот эта риторика, она будет усилена многократно и станет прям таким тотальным подтверждением того, что у американского регулятора нет выбора, кроме как повысить ставку и в ноябре, и в декабре, и, возможно, продолжать повышать ее и в рамках 2023 года. Все зависит от того, когда же будет решена проблема на высокой инфляции. На данном этапе она не решена. Европейская валюта все ниже. 0,9680. Не успеем глаза макнуть, друзья, как будет поддержка 0,95. Я вас поздравлю с тем, что вы прокатились на вот этом нисходящем ралли и получили хорошую прибыль. 180 пунктов остается до нашей цели. Я даю, опять же, европейской валюте еще несколько дней фактически, чтобы мы туда пришли. Вчерашние отчеты по индексу доверия инвесторов в Асентикс минус 38,3 с позапрошлого показателя, минус 31,8. Индекс оценки текущих экономических условий, текущей экономической ситуации, минус 35,5 с минус 26,5. И исторические минимумы, которые доказывают то, что еврозона в глубокой рецессии. Официально, конечно же, мы не можем говорить, что еврозона в рецессии, потому что нам нужно увидеть показатели по ОВП за несколько кварталов, отследить тенденцию и подтвердить знаком минуса по этим данным. Но новых данных по ОВП пока что не было, их придется подождать. Но после последних релизов по производственной активности в сфере услуг, конечно же, темпы экономического роста очень сильно просядут. Евро это прекрасно понимает, поэтому активность снижается, друзья. Британская валюта 1,1036. Goldman Sachs прогнозирует, что к концу этого года пара евро-доллар приблизится к уровню 1,05 и даже его протестирует. Решение правительства реализовать меры снижения фискальной нагрузки на население посредством пакета экономических стимул в 100 миллиардов фунтов немного настораживает инвесторов, экономистов, аналитиков, потому что все прекрасно понимают, что вместо того, чтобы помочь бизнесу и домохозяйству, этот пакет стимулов на такую колоссальную сумму скорее всего приведет лишь к росту инфляции, усилит дефицит бюджета и повысит уровень государственного долга. Ранее, после того, как Листрас все-таки отказался от намерения снизить налог для наиболее обеспеченных британцев, многие верили в то, что она пойдет дальше и пересмотрит свои прошлые инициативы, но этого не произошло. Она по-прежнему готова продолжать работать с вот этим фискальным пакетом, несмотря на критику. Я думаю, что в конечном счете это приведет к снижению британской валюты и к тем уровням, которые подсветили аналитики Goldman Sachs. Американский фондовый рынок 3600 пунктов. Друзья, первая цель из-за долгосрочных ожиданий почти сделана. Наша следующая целевая планка 3500. Туда также придем довольно-таки скоро. Доллар иена 14573, выше 145 иены, выше того уровня, где в прошлый раз Банк Японии проводил интервенции. Но я все-таки сохраняю короткую позицию. Да, я рискую, потому что понимаю, что на фоне такого укрепления доллара идти против тренда – это не лучшая идея. Но жду интервенции, друзья. И допускаю, что если они произойдут, прибыль будет достаточной, чтобы нивелировать все риски, с которыми приходится работать на текущем этапе. Рынок нефти 96 долларов за баррель. Ждем 100 долларов, как и раньше. И все благодаря решению стран ОПЕК. Плюс снизить объем нефтедобычи до конца этого года еще на 2 миллиона баррелей в сутки. В целом, тенденции те же. Ждем отчет по инфляции в четверг. Ну и будем держать руку на пульсе, следить за новостями. Разумеется, если что-то будет интересное, расскажу уже в ходе завтрашнего брифинга. На этом все. Спасибо за внимание и пока.